друзья подписчики я всех приветствую в общем у меня здесь супер бардак почему потому что я уже третий день борюсь затором я вам про это рассказывал предыдущих видео понятно что тут надо как бы поменять эти все трубы потому что трейлера он горел здесь 59 года то есть ему посчитайте сами 70 лет и трубы тут если менялись то я не знаю когда это 50 лет назад было вот ну и плюс все не особо грамотно сделано здесь долгий разговор всем горю трейлер это не то что дом здесь все проложено очень компактно для того чтобы все вот эти девайсы отопления бойлеры все здесь помещалось поэтому эти трубы они там проложены в стенах и до них добраться это надо снимать наружную обшивку я уже смотрел сегодня лазил по трейлер снять только одно там не получится снимать алюминиевую обшивку на стенах это реальный геморрой потом ее ставить обратно конечно если уже будет критик критическая что-то то придется это все делать ну пока спасаюсь такой временной прочисткой труб и заодно так как у меня большой опыт в этой прочистке хотел он сделать как бы небольшой обзор какие у нас существуют на рынке системы для прочистки и что как бы они дают ну первое естественно надо использовать всегда вот эти сетки то здесь были оригинальные с большими дырками ну которые вставлялись туда мы же это дорогие те сливы я не помню сколько они там стоит ну что-то там дорого короче они у меня где-то лежат они такие с крышками там нажимаешь кнопку она закрывается но там очень большие отверстия поэтому я покупал такие но сейчас она грязная тоже был затоп это вся дрянь короче из калины сюда текла вот я покупал отдельно такие мелкие вот ну всяких разных моделей у меня были ну то есть даже с учетом того что у меня все собирается все бедки пищи в этой сетке их потом выкидывать все равно но забивайся вам сейчас покажу значит да по поводу прочистки знаешь первое использовать надо сетки второе вот этим все штуки они полностью бесполезны и вот эти вот эти то есть на них не стоит даже тратить деньги потому что это как мертвому припарке потом у нас есть вот такие вот варианты сейчас вам про них расскажу короче они бывают миллионах разных видов там у них разные составы и такое ну в основном это не будет какая-то супер там убойная кислота это какие-то слабенькие кислоты до которые ну да как бы на кожу там нежелательно чтобы они попадали в перчатках сделано не все что сша я покупал и дорогие дешевые разницы не заметил короче вот этим и вот этот и вот тот это самый дешевый из долларов три там продается и такая модель и вот такая вот это вот осан это вообще по моему их не бренд доллара 3 а это мистер пламбер короче состав блин я даже не знаю если здесь состав здесь и состава нету наверно а нет есть вот судим хиппо хлорид и каустическая сода вот то есть ангру здесь очень слабые составы потому что они не хотят чтобы люди себе что-то именно вредили вот здесь даже написано попала на кожу снять одежду если на одежду попала немедленно промыть водой в течение 15 минут и здесь тоже видите содиум гидроксид и какие-то сурфактанты то есть это даже не кислота какие-то короче слабенькие растворители волос жира такой всякой мелочи короче они могут помогать на начальных этапах до или их надо просто много купить они по доллару и на раз в неделю например там на ночь в субботу или там в пятницу спать идете залили и может быть постепенно если их часто заливать они будут чуть-чуть прочищать но в итоге все равно она забивается но как она может прочистить если ими пас про пользоваться я думаю постоянно тогда с них наверное будет эффект если там уже очень большие затор и в 50-летний то эти штуки конечно вам жизни не помогут и бы даже нет смысла я вам говорю вот эти две банки по сути дела это должно быть на 4 растворения то есть уже это одна банка она на два раза вообще рассчитана я их использовал обе а еще заливал кипятком вот у меня встречание кипятил кипяток шоу мертвому при парке но они дают эффект то есть смотрите что они делают вот там то что есть трубах она из-за этой хрени превращается вот такое дерьмо я вам говорю серьезно вот какая-то это не то что маленький кусочек я вам показываю вся труба была покрыта вот этой белой штукой то есть то что там есть она вот за ночь превращает вашу хрень вот в такую какую-то белую субстанцию не знаю что это остатки мыло остатки жира короче она получается вот такая жирная хрень но она все равно в трубе остается даже ты потом заливаешь кипяток а но и не смывает она как в трубе вот это вот хрень и когда сказать превратила так она в трубе там и стоит ее все равно потом оттуда надо вычищать в общем эти штуки только если вы новый трейлер купили с новыми трубами раз там в неделю заливать по банке для профилактики бы другого толку от них нет если уже забилось в этим их хренами ничего не прочистите вот прочистить можно значит начиная с самого начала как по моему опыту я понял самое из дешевых эффективная вещь это вот эти вот они называются с ней от слова змея короче по-русски это еще в советское время я помню ну у нас тоже забивалась калина и короче у нас была такая и мы сами короче и чистили но у нас это было все проще у нас были толстые чугунные трубы и была специальная там открывался отсек для когда ну сказать для обслуживания там я помню в кухне прямо она не шли по полу эти трубы и с одной стороны эта труба открывалась туда засу короче грубо говоря по-русски это трос был такой трос металлический на конце с ёршиком он туда в трубу водился там шуру дили и все прочищалось это короче какие-то аналоги вот этих снеков они короче бывают всяких разных я уже за это жизнь за пять лет в трейлере у меня один уже полностью короче маленькие которые ручные есть маленькие ручные которые в матках продаются и таким же образом вы их используете как ну как вот советское время был у вас этот трос он просто свернутый в кольцо у вас где-то хранился на балконе потом когда забилось вы его достали прочистили это вот это примерно то же самое только они здесь продаются в виде девайсов значит ну наверно у нас тоже сейчас продаются не знаю раньше я не интересовался и теперь я уже по ним тут стал специалистом короче самую я покупал вначале ручную вот которая свернута такая вот без девайса а просто сам трос короче тоже это бред он во первых короткий во вторых им запаритесь что-то очистить короче тоже трата времени надо брать по минимуму по минимуму надо брать вот такую короче вот это вот фирма браскрафт американская что в этом девайсе хорошо во первых здесь хорошо что его много здесь этого троса ну вот я его вытянул потому что он порвался но ему уже много лет в принципе все эти годы он отрабатывал нормально короче вот такой вот у него наконечник и сам трос он сделан не как трос а это все вот такая вот пружина пружина примерно такая пружина знаете которая используется в триммерах которые вот косу косят в этих бензиновых в электрических наподобие такой же пружины они бывают разные но в основном распространены 15 16 фит это получается у нас четыре с половиной метра и вот эти 25 фит то есть это получается где-то около 7 метров до 7 метров короче надо брать вот эту ну как мне кажется набрать 7 метровая вот не помню сколько в этой было вот вот в этой 25 фит это 7 метровой и вот это короче вначале я взял вот эту она в принципе все с ней круто вот это вот мне кажется один из самых удачных дизайнов и рабочих то есть здесь есть как бы два режима первый режим когда работы когда это трос ходит свободно то есть вы его можете на вот смотрите вытаскивать рукой и затаскивать туда обратно вот то есть он вытаскивается затаскивается и там внутри он автоматически складывается в эту круг и здесь тоже самое и здесь разница в чем что вот здесь просто уже труса мне там не могу показать так значит смотрите вытащил затащил да там тоже самое но к примеру чтобы его туда-сюда его за чтобы он не узел с у вас здесь здесь есть вот фиксатор то есть когда он закрыт или открытия не помню это неважно открыт или закрыт он ходит свободно потом когда закрываетесь он фиксируется здесь это функцию выполняет вот эта ручка то есть когда ручка нажата вот его уже вытащить или затащить нельзя он мертво 7 ну а здесь видите нету такой ручки а просто вот это защелка ну вот она как бы не очень удобно но здесь зато можно подключать дрель короче мучился с ней ручной но она все работает вот этой принципе штукой доволен и ручной режим работает режим дрели и принципе и и даже можно не выбрасывать а потому что вот эту вот саму хрень можно сменную купить но дело в том что я поехал сегодня в хом дипа почему-то они уже эти браскрафт не продают и нет у них не самих этих девайсов нету нерех уже это много лет назад покупал и сегодня только вот во время прочистки порвался вот этот он просто напополам порвался этот рост вот я его выделил хотя его в принципе можно не выкидывать а можно вот эту часть ну оставить вставить ее обратно она точно также встается мы просто она будет короткая не такая короткая все равно толку с нее нету поэтому как бы я ее пока или выброшу или положу куда-то а потом может куплю этот сменный ну что не буду с ним же париться машин же другую купил и короче вторая фигня которую я взял вот это это фирма ridgid вам уже всем известно вот она она значит все с ней круто абсолютно круто короче она работает и все единственное здесь чуть-чуть другой механизм то есть видите здесь получается это вам сказать короче система как бы сказать подачи то есть вот эти три подшипника это именно подшипники они вот эти вот используются как направляющий то есть направляющие которые вот вы когда видите нажимаете вот эти вот подшипники верхние прижимают этот трос пружину трос пружину к нижнему он сейчас стоит мертво но если вы начнете крутить ручку он тут он будет вращаться это трос и по этим подшипником он как по направляющим идет туда-сюда на этом сейчас на том покажу короче с этим девайсом тоже как бы все круто единственное его единственный собственно недостаток у него нету подключения трилли и все это есть его нету и поэтому только я не пользуюсь но я его тоже когда-то купила не помню я еще шарил или не было других не помню они очень популярны и часто их нету ассортименте и сегодня короче я увидел вот эту я вам показывал другом видео где было обзор этого сходу типа и покупать на машину волки короче это тоже виджет только другая модель то я не помню как называется это повар спин и у них есть еще третья линейка профессиональная там потолще этот кабель и здесь видите все вот эти вот девайс у них у всех этот кабель одинаковый такая просто пружина ну как она специально эта форма разработана для того чтобы она в повороты труп заходила везде заходил единственное что но но это главное то я вам в конце расскажу короче здесь тоже длина 25 так же как и в той то же самое механизм на вот этих подшипников вот он только чуть-чуть другая здесь рукоятка то есть видите она как бы тут получается автоматически когда рукоятка отжата он ходит свободно когда нажата он не ходит так но если вы будете крутить ручку или ручка в комплекте тоже прилагается она съемная или крутить будете дрелью то он будет выходить я вам сейчас это на деле покажу короче вот здесь комплекте ручка мало внутри в коробке лежит она вначале стояла я ее снял то есть убор браскрафта чуть по-другому сделан здесь видите эта ручка но это же можно открутить вон тут под отвертку вот она или можно сразу пользоваться и ручкой и дрелью здесь по идее как бы даже удобнее но она здесь как-то по более хлипко сделано и вот это вот мне кажется более такая конструкция более солидно она такая тяжелая все так качественно сделанную здесь как бы полная пожизненная гарантия вообще то есть что не случится течение жизни ее можно поменять или вернуть или отремонтировать бесплатно не знаю короче вот эргономический триггер съемная ручка полиэтиленовый барабан не ржавеет и не не дент не гнется да ну дент типа вмятины них не образуют и короче а точным для дрели дрели короче вот этот девайс я чё сейчас записываю я уже испытал в принципе мне понравилось как он работает вот буду сейчас им чистить дальше продолжать ну я уже прочистил один раз но это все мало почему мама лучше нам беру сам покажу как у меня тут все устроено ну вот это просто весь хлам то вот эти там всякие термос это все у меня тут хранится там всякие щетки для уборки так где мой фонарь так сейчас вот вот короче но это вся система понятно разобрана вон она валяется вот этот выход калинализационной трубы вон туда пошла тут у меня стоит этот обратный осмос и бак для накопления питьевой воды вот и вот сам этот самый то есть когда я в начале вот только вчера его разобрал там короче куча дерьма которая вытекала из этой трубы ну там вот видите вот это все белое это весь вот этот вот хрень которую создали вот эти химикаты то есть она не было сначала такое белое такое то есть может быть и она еще даже и не помогает а может наоборот она еще хуже делает вот непонятно больше она когда становится белое она еще как бы расширяется и всю эту трубу этой белой хренью забивает короче вот я когда открыл вот эта вся труба была забита вот этой белой белой короче фигню я ее тут дофига выколупал короче она туда падала вот но сейчас вот этот девайс он полностью короче не позволяет куда ну сейчас я вам покажу вам полностью не позволяет весь полностью туда запустить кабель но непонятно понимаете может быть там и дальше затор сейчас мы его затянем затянули так скорость должна быть маленькая 500 оборотов вот потому что это пружина она все-таки понятно что металлическая классная пружина каленая но то же самое и тоже если руки не из того места можно конечно сломать вот как у меня то сломалась но то сломалась и 5 миллионов лет в принципе и простительно пушаника наверно рассчитаны что они будут ломаться время от времени и вот это тут уже он полный прошел ход туда-сюда то есть это она почему такая немного грязная вот значит недостаток этой штуки я вам скажу в чем это то что вот этот вот механизм он особо не прочищает если удар труба полностью забита вот этим белым жиром который вам показывал или что это за вещество которое там образовалась после этих химикатов она не особо неэффективно она пробивает в нем дырку пробивает дырку и потом когда ты обратно вытаскиваешь это дырка просто схлопывается и все ну короче как она чистит да но это не так сказать что ты и раз туда-сюда прогнала но все прочистил конечно можно брать вот эту блин дорогую профессиональную где сменные насадки вот но видите углы то есть он видно что труба загинается идет туда вниз то есть я бы вот это бы вообще бы переделал но туда блин как это сказать ну то есть я могу переделать только вот этот что тут снизу он чуть поможет но особо она не повлиять чтобы все переделать это надо мгру разбирать из трейлер и короче все это или менять переделай там ну короче скорее всего менять это все надо или да даже может и не на более толстые трубы ну хотя бы на новое пушить они просто уже за все эти 50 лет все забиты вот короче последнее что я вам показываю показываю как работает этот девайс в общем блин просто уже долгое видео короче вот нацепил я дрель да вот смотрите просто вот сейчас видите я круче ничего не происходит вот я кручу ничего не происходит смотрите нажимаю вот эту ручку и видите он пошел значит подвести надо ее близко здесь не должно быть большого расстояния трубы должно быть 5 10 сантиметров нажимаем ручку и на небольшой скорости это туда она пошла туда внутрь просто неудобно мне на двумя руками эту хрень держать еще и камеру тут ее щас блин прицепить некуда сейчас так сейчас я попробую как-то а вот так вот вот я щас где на здесь блин вижу еще вот 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 раз и то есть просто нажимаю она просто крутится то есть как бы можно так по чуть-чуть прочищать нажимаю эту штуку и пошла загрузка этого кросса внутрь то есть он сейчас идет туда внутрь слишком большая скорость не нужно идет 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 и короче таким макаром ну можно его так вот как бы прочищать сильно нажал можно вот так вот прочищать короче слишком большую скорость не надо вот и такой маленькой скоростью загружаете полностью весь этот кабель внутрь трубу короче 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 когда она полностью загрузилась потом таким же образом короче и выгружаете или можно как можно выгружать также нажимать эту ручку и просто дрель ставите на реверс и обратно ее заматывать или можно просто тупо вот так вот внутрь складывать она складывается ну короче вот все вам вроде рассказал показал не знаю ну это так видео может кому-то будет полезно короче вот так какие у меня сейчас занятия вот еще раз сейчас прогоню туда обратно и буду опять пробовать но посмотрим короче раньше она как бы помогала ну как я вам говорю она не всегда с первого раза потому что если затор уже дальше этих семи метров тут же блин тоже эти трубы на длиннее то может быть она уже как и не поможет тогда хрен его знает или профессиональную придется более длинную завтра покупать или тогда уже думать чё но вряд ли я конечно разборкой трейлера сейчас буду заниматься потому что сейчас много работы нет на это времени вот а так бы я бы занялся конечно ну ладно друзья не буду больше грузить а то долго вообще не думал что как долго получится спасибо за просмотр пока пока удачи во всех ваших начинаниях удачи во Orange удачи во